Всем привет! Снова здравствуйте! И ещё одна информация. Кто-то, наверное, голову ломал, как сделать кольчугу для воина. Допустим, богатырь, славянская такая модель. Но вот проблема кольчуга. Давайте рассмотрим этот вопрос. С чего начнём? Начнём с этой вот болванки. Итак, первый вариант рассмотрим кольчугу со сферы. Откроем сферу, переключимся на неё, включим нашу болванку человека. И теперь вот вопрос такой. Нужно её вот это подогнать полностью по телу. Мы её вот так вот полностью переносим, подгоняем, и с неё можно моделировать. Пройдёмся вот так, пройдёмся чуть-чуть вот так, и немножко его сплюснем. Всё, теперь давайте поработаем мофтополоджи. Включим симметрию, без неё никак. Тут чуть-чуть мы намутили, вот так уменьшим. И вот теперь всё это дело должно повторить полностью контуры нашего тела болванки. Вот так всё это можно приподнять. Здесь можно оттянуть. Вот. Так, теперь давайте сделаем сначала без рукавов. Или сразу можно... Нет, давайте сначала без рукавов сделаем. Вот так всё это дело подтянем. Не беда, что где-то выпирает. Потом всё это дело исправится. И вот здесь вот сделаем пошире. Теперь всё это дело выгладим. Ещё немножко вот так вот откорректируем. Здесь вот можно сразу припустить. Вот так. А здесь можно приподнять. Всё, болванка у нас готова. Можно её сразу вот и обрезать. Вот так мы её обрезаем. Всё, здесь тоже можно, кстати, обрезать. С помощью уже круга. И вот так вот её... И под симметрию. Modified Apology, Mirror and Well. Ну, в принципе, вот заготовка у нас есть. Ну, сделаем одну полигруппу, Ctrl-W. Посмотрим теперь сетку. Весь вопрос, в чём нам теперь эту сетку надо очень уменьшить. Чтобы она была очень редкая. Уменьшим драфсайз. И давайте за ремеш сделаем. Отключим адаптив вот этот. И уменьшим вот этот полозок. Прям, наверное, ну, где-то до двойки попробуем. А потом, если что, прибавим. Вот сетка слишком маленькая. Давайте ещё чуть-чуть её побольше сделаем. Чтоб кольчуга лучше смотрелась. Вот уже побольше. И можно ещё чуть-чуть даже прибавить. Вот. Вот это будет, наверное, нормально. Ещё один эксперимент чуть-чуть уменьшим. Вот. А вот это, наверное, будет ещё лучше. Вот так вот делаем. Так, теперь. В прошлом видео я уже показывал, как делать, короче, вот эти вот сетку. Вы это видео посмотрите. Я просто объясню, как уже вставлять уже заготовленную вот эту деталь под кольчугу. Деталь у нас выглядит вот так вот. Так. Вот такая у нас заготовка детали. Можно сделать её Ctrl-D. Делать вот так вот помягче. И теперь что мы делаем? Делаем одну полигруппу. Вы видите, что края специально вот так вот выведены, чтоб стык был. Более-менее так стыковалось, чтобы она... И теперь мы вот из этой вот модели делаем кисть. Делаем... Нажимаем на кисти. Жмём... Клеят Insert Mesh. Жмём Новая. И теперь заходим в Brush и нажимаем на Nano Mesh. Всё у нас вот, вы видите, изменилась. Кисть уже готова. Переключаемся теперь на нашего... На нашего болвана. Теперь мы вот так её подносим. Отключаем симметрию. И теперь вот жмём пробел. Вот у нас Insert Nano Mesh. Жмём Polygroup All. И один раз нажимаем вот сюда вот, на полигруппу. Смотрим, что у нас получилось. Давайте я приближу. Так. Вроде ничего такого нормального. Давайте попробуем по-другому. Нажимаем и тянем на себя вот так вот. И вот так вот мышкой крутим, подгоняем. Вот. Что-то в таком духе можно сделать. Так. Вот так вот поставим пока. И теперь давайте зайдём в Nano Mesh и поработаем немножко тут. Поставим фит за место проб. И вот так вот прибавим. Ну, в принципе, кольчуга так нормальная. Можно её теперь тут чуть-чуть покрутить. Вот этим полоском можно чуть-чуть его вот так вот сделать движение. Потом можно вот этим вот чуть-чуть подправить, сделать его потоньше. Ну, и посмотрим, чуть-чуть разбежки дадим, наверное. Так, вот эту часть прибавим. Ну, вот, в принципе, кольчуга нормально пойдёт. Теперь что делаем? Теперь жмём, открываем геометрии. Вот это у нас должна здесь быть перед нами. Convert BPR to Geo. И BPR жмём. Всё, прогон закончился. Отключаем поле F. Жмём Convert BPR. И теперь самое интересное. Подводим поближе. И вот так вот Ctrl-Shift загнутый и левая кнопка мыши нажимаем. Теперь заходим в Modify Topology и снимаем, убираем вот это, то, что мы скрыли, Dell Hidden. Всё, вот такая кольчуга получилась. Как с ней теперь работать? Можно в деформации чуть-чуть ещё поработать вот с этой сеткой. А можно, уже Moff Topology не используем, используем просто вот эту Moff Elastic. И вот Moff Elastic, вот так вот, с помощью симметрии включенной, можно увидеть её вертеть, подгонять, расширять и так далее. Можно вот вниз вот так уводить. Вот. В принципе, вот такая кольчуга может получиться. Посмотрим ещё один, давайте, вариант. Это уже будем работать с экстрактом. Включим нашу модель. Отключим вот эту нашу кольчугу. И теперь нажмём Control. Сгибаем модели немножко дивайдов, чтобы помягче было. И вот так вот теперь кольчугу сделаем с рукавами. Вот здесь вот сделаем пояс поровнее. Вот так всё это дело сделаем. Всё хорошо. Низ можно сразу подровнять. Это Control-Alt. И вот так снять выделение. Также можно и тут подобрать вот этот края. Как это делается? Это нажимаем опять же Control. Переключаемся. Допустим, вот на эту кисть. И с помощью Control и Alt вот так всё это дело подравниваем. Затем жмём в геометрии Mirror and Well. И теперь заходим в Subtools, жмём Extract. Смотрим, как у нас тут что получилось. Можно немножко его даже прибавить. Вот эти все должны отключены быть. Дубляж, так как, туборд, тут все отключены. Жмём Accept. Переключаемся на нашу майку. И теперь смотрим её сетку. Вы видите, что сетка тоже маленькая. Давайте её исправлять. Жмём Geometry, ZRMesh. И опять вот этот ползунок поменьше ставим. Сколько он нам даст возможности, чтобы не испортился вид сетки. Кстати, здесь сейчас с Extract будет чуть-чуть Default. Немножко будет не так, как, допустим, со сферой мы работали. Вы видите, уменьшением. Ну, давайте попробуем на эту сетку теперь поставить нашу кисть. Вот когда мы её выводим, получается вот такая кака. Откуда она идёт? Она идёт от того, что сфера, там совсем по-другому вот эта вот настройка работает. Здесь теперь нужно её подгадать. Жмём пробел. Стоит здесь полигруппы. Нам нужен или полигрупп Island. Вот вы видите, тоже ломка идёт. Или давайте Flat Island попробуем. Это вот частями будет она. Так, вернёмся немножко. И переделаем, наверное, нашу сетку. Жмём за RMS. И вот у нас теперь будет опять неприятность. И откуда она будет идти? Идёт она от этого адаптива. Вот теперь мы возвращаемся. Ctrl Z жмём. Если вы далеко вернулись, то жмёте Ctrl Shift Z и возвращайтесь вперёд. Если жмёте Ctrl Z, возвращайтесь назад. Так, запомните это. Отключаем адаптив. И попробуем сетку всё-таки подправить. Проблема, вы видите, что очень проблема с экстрактом идёт. Проще добавить примитив какой-то, подогнать. И, в принципе, потом чуть-чуть подкорректировать. Так, что он нам даст? Жмём опять Poly All. И вот у нас опять разбежка идёт. Так, в чём проблема? Будем её решать. Отключим вот это вот. Сделаем одну полигруппу. Возможно, она мешает. И теперь давайте повторим. ZRMH сделаем. Так. 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 сделаем одну полигруппу и попробуем еще раз вот такая вот штука получилась у нас сеткой сетка не очень хорошая полигрупп исланд попробуем вот это нам уже не подходит давайте делать другую сетку это мы удалим делит, ок переключимся опять на нашу модель и попробуем ее наверное сделать немножко потолще и все повторим ctrl-w жмем геометрии уменьшаем чуть-чуть ZRMS и жмем ZRMS ну вот уже более-менее сетка вроде получше давайте попробуем с ней теперь поработать полигруппу и вот у нас опять начинается пляска так вот пришлось убрать рукава и давайте посмотрим что у нас получается вот мы нажимаем вот мы распределили наши кольца так теперь давайте попробуем по-другому сделаем вытяжку и вот так вот вот так это дело все установим так заходим теперь в nano mesh и смотрим что у нас тут опять можно сделать опять жмем fit уменьшаем и теперь этот полозок вот так прибавляем вот так теперь смотрим что у нас здесь опять не так и корректируем можно вот так чуть поменьше цепи сделать может чуть побольше так в принципе все сделали теперь жмем опять BPR так и заходим в геометрии и жмем convert BPR to GA так отключаем теперь поле F жмем ctrl shift левая кнопка мыши и повторяем модифика положи DL hidden вот такая у нас кольчуга получилась можно конечно еще проработать вот эти вот кольца по-другому сделать ну в принципе смотрится неплохо вот так вот так ну что все таки давайте попробуем с рукавами сделать что-то не верится что не пойдет так рисуем рукава смотрим чтобы все нормально было закрашено чтобы не было пустот вот вверх так чуть-чуть еще можно подкорректировать так ну что экспериментируем теперь жмем так tabboard включим tabboard попробуем extract и accept переключимся на заготовку давайте посмотрим сетку и попробуем опять кисть установить о все становится все прекрасно так ну хотелось бы конечно сделать кольца побольше хотя вид ну в принципе вид хороший и кольца так нормально стали ну давайте попробуем уменьшить эксперимент так эксперимент так включаем геометри заходим в rms и попробуем все-таки уменьшить но уже с адаптивом попробуем давайте так и что ты нам дашь оп оп вот такое что-то у нас получилось конечно хотелось бы еще сетку побольше ну давайте попробуем в наномеш исправить это так вот так вот ее поставим уже вроде смотрится хорошо сзади чуть сетка у нас другая ну в принципе все нормально если кольца другие сделать то можно еще лучше сделать кольчугу так что еще можно здесь сделать подкорректировать кроме как нагадить больше по-моему ничего так и вот здесь давайте попробуем подкорректировать вот вот можно ее тут немного выкручивать так что смотрите варианты все-таки есть так ну в принципе если вот так вот сделать то тоже будет как майка такая плетеная не знаю в принципе разберетесь кому пригодится для чего так ну посмотрим как она режется теперь давайте bpr сделаем так в геометре опять повторим конверт bpr to geo отключим сетку и опять снимем уберем заднюю часть жмем dell hidden и теперь попробуем давайте резку как она будет у нас резаться вот вы видите режется она хорошо также она корректируется вытягивается здесь вот можно тоже обрезать вот такая у нас кольчуга получилась так все всем пока до свидания м вам и